Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать про Рождество Иисуса Христа. Все сейчас празднуют, ну уже не сейчас, а вчера праздновали Рождество Иисуса Христа. На самом деле Рождество Иисуса Христа это как бы неправильный праздник, потому что на самом деле Иисуса Христа зовут не Иисус Христос. Вот, в благой вести Матфея, это Новый Завет, мы видим в сносках, и ты назовешь Его Иисус. Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус. Вот, на самом деле Иешуа означает Иегова спасение, а Христос Машьях означает Мессия помазанник. Итак, Иешуа Машьях. Иешуа Машьях это имя, ну Рождество которого празднует. Теперь о том, когда родился Иешуа Машьях. Об этом тоже есть в Библии. Сейчас найдем это место. И это есть в книге, в притче. Восьмая глава, двадцать второй стих. Иегова сделал меня началом своего пути. Я была самым первым из Его древних свершений. От века я была поставлена. С самого начала прежде земли я была рождена словно родовых схватках, когда еще не было водных пучин, когда еще не было источников изобилиющих вод. Я была рождена, смотрите, рождена, то есть Рождество, словно родовых схватках, прежде чем были образованы горы, прежде холмов, когда еще не создал ни земли, ни открытых просторов, ни первых комков почвы. То есть Иешуа Машьях родился прежде первых комков почвы. Итак, сейчас я буду рассказывать про первые комки почвы. Что такое почва, наверное, знают все. Почва – это такая субстанция, где растет растение. То есть растение – это еда, растение – это кислород, растение – это наша планета, наш мир. И образование первых комков – это очень удивительное. И как бы до сих пор не было понятно, как начали расти растения, потому что не было почвы. Прежде чем появиться растением, должна была появиться первые комки почвы. Первые комки почвы были образованы прежде растений. Раньше не было известно, как появились растения. Вот, например, если нет почвы, и растения не могут расти. А как бы было известно, что появление почвы благодаря именно растениям. То есть первая почва должна была родиться прежде чем растения. И сейчас мы подробнее будем изучать, как была образована первая почва. Вот смотрите. Допустим, нет почвы, где должна была расти растение. И если нет почвы, то растения не могут расти. Ну, никак не могут расти. Если только есть обычная вода. Ну, вода есть, и всё, ничего нет. Вот, можно было бы использовать древесные угли для создания из воды и древесного угля и с помощью электричества бикарбонаты. Это H2CO3. Бикарбонат соединяется с металлами и превращается в карбонаты. То есть, обыкновенную почву. То есть, для того, чтобы создать почву, нам нужен углерод. И непонятно было, как и из чего появились первые углероды, если нет древесных углей. И, оказывается, было всё ясно и очень понятно. Графит. Графит – это такой минерал, который появляется на поверхность Земли с извержением вулкана. То есть, когда извержается вулкан, она извергает метан, нефть. И с нефтью ещё извергаются эти графиты. То есть, первый слой метана, она создаёт как бы изоляцию молнии. То есть, электростатическая изоляция, которую молния не может пройти сквозь. Она как бы распространяется по поверхности Земли. И при распространении она как бы проходит через воду и через графит. Графит замыкается. И когда графит замыкается, она замыкается с... Ну, как бы графит замыкается с водой. То есть, углерод и вода как бы сгорают, да, при температуре 1000 градусов. Углерод сгорает с кислородом воды. При этом освобождается водород. То есть, углерод сгорает с кислородом, да, с кислородом воды. И так образуется новый анион гидрокарбоната. То есть, достаточно было воды и графита из вулкана. И молнии, которая тоже падает из вулкана. То есть, это всё замыкается и создаёт как бы новый анион бикарбоната. От которого и появляются карбонаты. Карбонат – это почва. Вот так. Затем на этой почве как бы уже растение растёт. Растение вырастает. Затем из этого аниона бикарбоната или гидрокарбоната растение как бы создаёт кислород. Кислород создаётся. Этот кислород как бы сгорает, например, с бензином, с керосином, который из этого выходит. Из нефти, из вулкана. Она сгорает и огонь превращается в углекислый газ. То есть, первый кислород мы получили из первых растений. Первые растения мы получили из первых комков почвы. И после пожара там происходит, остаётся древесные угли. А углекислый газ, она как бы поднимается в космос. И там она заряжается солнечным светом. Набирает себе тепловые нейтроны. И изотоп, короче, углерода меняется и падает на землю. И встречается с водой, с парами воды. И они там, происходит химическая реакция, углекислый газ и вода соединяются. И создают эти же самые новые анионы бикарбоната. Ну и испускают как бы побочный свой электричество, как молния. То есть, на землю падает молния и почва. То есть, создаётся всё это из обыкновенного дыма. То есть, уже появляются вторые комки почвы. И когда растения начинают расти, происходят пожары. От пожаров получаем древесные угли. Уже из этих древесных углей, как и вначале с графитом, создаётся новые анионы бикарбоната. То есть, уже нам не нужно этого, не нужно этого графита, да? И таким образом создаётся на поверхности земли, на изоляторе молнии, на каменном угле новые комки почвы. Почва появляется, растут растения и создаётся новый кислород, да? Создаётся. Кстати, вот листья растений, они как бы создают из аниона бикарбоната, этот, H2CO3. То есть, испускает кислород, О2. Кислород выходит. И как бы энергия от стрел растения, как бы, выходит, плюсовое от молнии. И она, кислород, который выходит, превращает в озон. Таким образом появляется озоновый слой. Озоновый слой, как мы знаем, она радиацию ультрафиолетовую разрушает и превращает видимые спектры. Ну, на этот, на красный свет, на жёлтый свет и на голубой, на синий свет. И от этого мы получаем все три, как бы, света, то есть, видимый свет, на которых, как бы, уже растут растения. То есть, нам уже не нужно этих молний, там, бикарбонатов, анионов, потому что уже солнечный свет, она, как бы, уже сама всё это, ну, как бы, выращивает растения. Таким образом мы, как бы, получаем уже полноценный мир с зелёными растениями, голубым небом, с воздухом для создания новой жизни. Так, теперь я хочу наглядно продемонстрировать это в действии, как создавался мир до Яшуа Машьяха. То есть, Яшуа Машьях был рождён прежде, и он всё это знал, видел. И теперь Яшуа Машьях хочет вам показать, как были образованы первые комки почвы. Вот перед вами изолятор молнии, ну, в нашем случае это просто пластик, ну, как бы, генератор молнии стоит там вдали, но я буду использовать, как бы, сварочный трансформатор. Это сварочный трансформатор, который имитирует энергию молнии. Мы знаем, что молния это примерно 200 миллионов вольт и 200 тысяч амперов. То есть, достаточно нам сварочного аппарата. Вот, теперь у нас есть графитовые электроды, не угольные электроды, а именно графитовые. Теперь мы погружаем графит в воду, как будто она лежит на поверхности земли, на каменном угле. И теперь происходит замыкание молнии, молния замыкается. Вот. И мы видим, как на поверхность воды входит водород, атомарный водород. Смотрите, это холодная вода, и там остаётся пузырик. Ну, пузырь. Если бы была эта пар, да, если это был пар, она бы, как бы, сразу конденсировалась и превратилась бы, ну, как бы, не было бы её. А вот пузырик остался. Значит, это чистый водород. Вот. Мы видим выделение водорода. А если водород выходит, то здесь в воде остаётся анион гидрокарбоната. То есть, карбон – это углерод. Таким образом, мы получили в воде анион бикарбоната, то есть, первые комки почвы. Это можно ещё проверить с помощью обычных электродов, плюс-минус. И если там анион, да, анион бикарбонат, то на плюсовых электродах должны собраться эти комки почвы. Такое я проверял, именно такие комки почвы соединяются с положительным электродом. Это можно наблюдать на аппарате АСУ, аппарат, снимающий усталость. Теперь вот бросаю древесные угли. Это у нас как бы уже после растения. И уже энергия молнии замыкает. Древесные угли. Точно так же мы видим, что здесь выходит водород. И теперь я хочу показать, что это именно водород путём сжигания водорода. Водород я буду сжигать прямо здесь, доказывая, что это чистый водород. Так, мы видим, что здесь водород не взрывается, а горит. Значит, это чистый водород, атомарный. То есть, это никакой не газ Брауна, а именно водород. Если был бы газ Брауна, она бы взорвалась. Вот так. Вот так. Итак, мы увидели, как здесь мы выделяли с помощью электричества, с помощью графита, с помощью древесных углей водород. И попробовали её сжигать. И она горит. Она не взрывается, а горит. То есть, здесь уже не выходит с этими пузырьками, не выходит ни углекислый газ там, а именно чистый водород. Можно это проверить ещё с помощью пакета, собрать её и пустить. Она уже начинает подниматься. Ну, значит, это именно чистый водород. То есть, анион гидрокарбоната, она остаётся в воде. Ну, как говорил, это тоже проверяется с помощью обычных электродов, плюс-минус. Ну, в течение нескольких дней, времени, если эти анионы соединяются с тяжёлыми металлами, то есть, открытым металлом, она превращается в обычный карбонат. То есть, обычную эту почву. Итак, вот обыкновенная почва. Вот, вот что мы в результате всего этого получаем. Это почва, на котором растут растения. Итак, я вам показал через Библию и через эксперименты то, что Иешуа Мишьях родился до сотворения мира. Потому что он всё это знал. Ну, всё то, как было, всё то, что происходило. Именно поэтому в Библии написано о происхождении первых комков почвы. Спасибо за внимание.